Сюда заезжает автобус, люди в тепле, без ветра, без всего, то есть спокойно ждут оставшихся пассажиров. Мы знаем, что иногда бывают задержавшиеся, не совсем дисциплинированные, и это неудобно, когда на улице все происходит. Здесь будет тепло, автобус стоит, люди спокойно заходят, ожидают оставшихся, потом двери закрыли и спокойно выехали. Поэтому это система дымоудаления, да? Да, это серьезная система дымоудаления, вентиляции, ну как-то так. А есть где-то в России такие? Нет. Это первый? Это первый. Первый теплый басгейт в России устанавливают в нашем городе. Северяне могут гордиться, новый Уренгой выходит на новый уровень. Впечатляют не только новшества, но и масштабы строительства. Новый пассажирский терминал станет самым крупнейшим авиовзлом на Ямале. Его площадь порядка 20 тысяч квадратных метров. Он будет оснащен тремя трапами и 12-ми стойками регистрации. А также его пропускная способность составит 840 человек в час. Везде есть маленькое освещение скрытное. Ну, то есть комплекс работы ведется параллельно по всем направлениям. Инженерка практически на 90% готова. Фасады на 50% готовы. В следующий вторник запуск котельной. То есть газ уже подан. Соответственно, сюда уже пойдет тепло не от электрокотлов, что, соответственно, пойдет тепло уже от новой котельной. Также могу добавить, что у нас еще строится одновременно аварийно-спасательная станция. Тоже где-то готовность на 50-57%. Ну, так, плюс-минус. В целом, есть точечное отставание. Имеется в виду по каким-то направлениям. Но в целом, никакого отставания, если в комплексе брать, нет. То есть все идет по графику. То есть это сквозное движение, да, получается? Да, да. Это административный блок? Здесь, получается, на делье пассажира этой часть перлет, этой часть вылет. Вот это багажная? Это выдача багажа, да. Над стратегически важным объектом трудится порядка 600 человек. Работают строители в две смены. Там будут рентгельные аппараты. Ну, мы делаем небольшим запасом. То есть будет пять проходов. Воспользоваться услугами нового терминала пассажиры смогут уже в этом году. Срок сдачи – четвертый квартал 2022-го. Ну, сейчас уже телетрапы в изготовлении. Не заметно было, беременный контуром закрытия было. Соответственно, они прибудут у нас, по-моему, июнь месяц. Соответственно, начнется монтаж. Ну, и в октябре, я думаю, все будет уже закончено и завершено. А здесь по благоустройству НИР, да, где-то? Вот по благоустройству здесь. Ну, сезон, конечно, мы сделаем. Терминал строят на условиях концессии. Соглашение правительства Ямала и аэропорты регионов подписали в 2018 году. Авиаузел на 30 лет перешел под управление компанией. И это не только обслуживание самолетов и пассажиров. У нас подснос в рамках второго этапа концессии. Это подснос только блок прибытия, потому что, да, расширяется под международный сектор. Вот этот блок? Да, вот этот блок, да. Мы сейчас его отделали, видите, чтобы он был красивым и хорошим. А послезавтра снесете? Ну, не послезавтра, когда время настанет. Ну, просто, ну, это будет не очень хорошо, когда он такой неприличного вида был, так скажем. Поэтому мы пошли на это, чтобы его сделать более-менее в одном дизайне с существующим терминалом. Работы проводятся, самое главное, комплексно. То есть нет участков пустых, где бы не велась работа. Если позволяет помещение, то они уже фактически приступили к отделочной работе. По плану четко строители входят в летний сезон. Это, понятно, зона благоустройства, которую они должны сделать до конца августа. Поэтому здесь и в этом направлении тоже нет никаких-то сбоев, не предвидится. Поэтому все шансы получить город, терминал в этом году у города есть. И точно сомнения с таким подходом, сомнений таких нет. В перспективе аэропорт может получить статус международного. Все будет зависеть от пассажира потока. Сектор для обслуживания таких рейсов в новом аэровокзале тоже предусмотрен. Алена Ядня, Виктор Рекленко, информационное агентство «Импульсевера».